МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую зрителей национальной вещательной компании САХА. В прямом эфире вы смотрите совместные агитационные мероприятия к выборам президента страны 18 марта. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира, как положено мы это делаем в порядке регистрации кандидатов. Итак, доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии ЛДПР Владимира Жириновского Надежда Викторовна Акимова. Доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина Вячеслав Семенович Куличкин. Доверенное лицо кандидатов в президенты России Владимира Путина Павел Алексеевич Маринычев. И доверенное лицо кандидатов в президенты России от партии Партия Роста Бориса Титова Микаэл Сергеевич Заболотный. Добрый вечер, уважаемые доверенные лица. Сегодня мы обсудим экономику России, конкретно аграрный сектор и продовольственную безопасность. Вопрос первый. В своем недавнем послании президент Путин поручил и поставил задачу увеличить производительность труда в сельском хозяйстве темпами не ниже 5% в год, что позволит в конце следующего десятилетия выйти на уровень ведущих мировых экономик. Как это сделать, исходя из позиций ваших кандидатов? Надежда Викторовна, ваши две минуты. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Надо сказать, что в программе Владимира Вольфовича Жириновского ставка сделана развитие промышленности и сельского хозяйства. За счет этих двух мощных китов сегодня мы можем поднять и трудовой ресурс. Но для этого также мы должны сегодня сделать бесплатным образование, потому что на сегодняшний день в основном у нас в России это менеджеры среднего звена, юристы. Значит, даже в медицину не особо у нас сегодня молодежь идет. Поэтому сегодня надо создать условия для того, чтобы и профессия аграриев стала популярной в России. Хотелось бы сказать, что сегодня надо подойти комплексно, как пишет в своей программе Владимир Вольфович Жириновский. Развитие аграрного сектора сегодня не только приведет к тому, что в России наступит продовольственная безопасность, но мы можем стать лидерами по поставке качественного продукта, выращенного у нас непосредственно в стране. Мы создадим новые рабочие места, создадим абсолютно новые, интересные, наверное, качественные продукты, которые сегодня устроят весь мир. Мы сегодня должны создать для своих граждан условия качественного продукта. Сегодня наши дети в образовательных учреждениях должны есть наш национальный продукт. Сегодня, конечно, надо подходить к этому комплексно и понимать, что развитие аграрного сектора должно начинаться непосредственно с тех регионов, где сегодня это более возможно, и постепенно развивать по всей стране. Владимир Вольфович Жириновский вообще очень много написал о развитии сельского хозяйства. ЛДПР всегда за. Надо дать землю тем, кто ее обрабатывает. Поэтому 18 марта голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского. Спасибо. Вячеслав Семенович, как увеличить производительность труда? Вот росли ваши две минуты. Добрый день, товарищи. Ну, когда мы скажем, что Россия – это аграрное государство, мы не ошибемся. И в свете этого хочется заметить, что выдвижение Павла Николаевича Грудинина, кандидата в Народную Патриотную Силу и КПРФ, является актуальным. Дело в том, что как патриот, как государственный, как руководитель Павел Николаевич всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству. Он является тем руководителем, который не дал растащить хозяйство свое, создал и воссоздал. И, соответственно, сейчас она, вот, хозяйство, совхоз, имени Ленина, она ведущая хозяйство в Европе, в России. Соответственно, Павел Николаевич Грудинин однозначно заявляет о том, что надо менять налоговую систему как таковой, отношение к регионам. Когда доход от прибыли и налоговая система должна быть пропорциональна, допустим, 50 на 50. Тогда, в целом, вот, когда за аграрный сектор говорим, Павел Николаевич Грудинин в своей программе обознатил, что надо создавать крупные сельские хозяйства. Дело в том, что практика показала, что мелкие аграрные хозяйства, они, в целом, при всем желании, они не могут поднять и обеспечить наши жители России и даже Якутии качественными и экологически качественными продуктами сельского хозяйства. Потом, надо понимать, товарищи, что в последние годы поголовец кота, даже олени у нас сокращают. В свете этого, вот, Павел Николаевич Грудинин однозначно стоит за то, чтобы воссоздать тот мод, ту мод, которая была в Советском Союзе. Не надо изобретать велосипед, поэтому, товарищи, приходите, брать участие и голосуем за Павла Николаевича Грудинина. Спасибо. Павел Алексеевич, как увеличить производительность труда в сельском хозяйстве? Ваша очередь, пожалуйста. Да, добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые участники дебатов. Действительно, производительность труда – это вектор, который задал наш президент Владимир Владимирович Путин, потому что только через увеличение производительности труда мы можем снижать себестоимость, соответственно, искать резервы для дальнейшей модернизации своих основных производственных фондов и для повышения заработной платы для своих сотрудников. Здесь два направления, по которым Российская Федерация двигается и будет двигаться дальше. Первое – это бюджетные инвестиции в обновление основных фондов для предприятий агропромышленного комплекса. И это никакой не просто лозунг, это конкретные действия. У «Алмаза Фанабара» есть несколько дочерних предприятий, которые занимаются сельским хозяйством. Только за последние два года мы кардинально обновили основные фонды на этих предприятиях. Посудите сами. Кладовая «Алекмы» – это два новых животноводческих комплекса, это знаменитый пищекомбинат, который производит сыр, его реконструкция. Хатасский свинокомплекс – ввод в действие нового цеха по переработке свинины. Новая амелиоративная система в агрофирме «Немегю». Конезавод «Берте», два новых животноводческих комплекса и учебный центр. И это можно перечислять дальше. Но дело в том, что львиная доля этих инвестиций, порядка 75%, это возмещаемые инвестиции из бюджета по соответствующей профильной программе. Поэтому это реальные действия, которые снизят себестоимость и увеличат производительность труда. Второе – это, конечно, то, что реально происходит в части улучшения жизни самих селян. Это и газификация населенных пунктов сельских, это и строительство нового жилья, это и много других мероприятий. Уважаемые друзья, это комплексный подход. Голосуя за Путина, мы проголосуем за комплексное развитие сельских населенных пунктов. Спасибо. Николай Сергеевич, производительность труда в сельском хозяйстве, время пошло. Вообще, находясь всегда на этом месте, готовишься к выступлению, но когда уже здесь присутствуешь, в общем-то, совсем другие мысли тебя посещают. С одной стороны, вроде бы кажется, что все хорошо, а с другой стороны, ты видишь, в общем-то, совсем другую картину. Ну, если вы, по крайней мере, это ощущаете так же, как я. Ну, вот давайте так, президент сказал на днях, вот прямо вчера, по-моему, что в 16 раз больше мы продали на экспорт сельхозпродукции. В 16 раз, вот задумайтесь, то есть в 16 раз больше поступило денег в бюджет. То есть эти средства должны, это же было, он же сказал, за прошедший год, сколько прошло времени, то есть эти деньги уже в бюджете. По моим ощущениям, при правильной работе правительства Российской Федерации, эти деньги должны как раз выделиться на сельское хозяйство. То есть их должны распределить по регионам, распределить по разным комплексам, по животноводческим и так далее, так далее. Может быть, даже по лесничьим. Но я вот этого не ощущаю, я не вижу. Потому что, смотрите, как вот, ну, как это происходит? Когда выделяются средства, ну, давайте возьмем предприятие, если вы на предприятии заработали деньги, то вы начинаете выдавать премии, давать авансы, зарплату выдавать, покупать какие-то новшества, да, какие-то новые, будем говорить, новую продукцию, ну, то есть то, чем вы занимаетесь, технику, там, мебель. То есть то же самое примерно и в стране. Я, может быть, очень сильно утрирую, но я так понимаю. То есть вы должны эти деньги влить в сельское хозяйство. Сельское хозяйство должно, соответственно, дать отдачу, соответственно, уровень продажи, там, сельхозпродукции, мяса и так далее, молока должно снизиться. Вот мы этого не ощущаем. Я думаю, мы это народ. За весь народ, вот говорю так, да, наверное, потому что хожу в магазин, как все. Поэтому хотелось бы, чтобы вот именно вот в этой части были какие-то движения. Вот стратегия роста как раз на эту тему есть по поводу производительства труда. Спасибо. Вопрос второй. Сейчас часто утверждают, что продовольственные санкции и программа по импортозамещению вынудила развиваться наше сельское хозяйство усиленными, ускоренными темпами. Справедливо ли это утверждение или это, скорее, спорное? Надежда Викторовна, вы начинаете. Уважаемые избиратели, на данный момент в этой части, наверное, можно поспорить. Ведь сегодня, возможно, та программа, которую ведет нынешняя вертикаль власти, она действительно положительна в некоторых частях. Но по большей части мы видим много отрицательных результатов. Ну, на примере, допустим, нашей Якутии. Сегодня огромные деньги были влиты в неренгринскую птицефабрику. Пожалуйста, яркий вам пример, когда предприятие было обанкрочено от безграмотного подхода непосредственно руководителя. Сегодня надо сказать, что рыбаки, те, которые по субсидии, по субсидированным квотам добывают рыбу, на самом деле годами не получают зарплату. И эти субсидии мы абсолютно не видим, каким образом они распределяются. Ведь сегодня рыба на рынке, она не стоит 300 рублей для нас, она стоит 900, 950, а то и выше. Поэтому сегодня не только надо говорить о комплексном развитии аграрного сектора, а надо говорить вообще о тех мерах, которые нужно принимать. Но, во-первых, в программе Владимира Вольфовича Жириновского аграрный сектор описан таким образом, что он не может развиваться без других направлений нашей внутренней, внешней политики, экономики и прочих других институтов власти. Что касается импортозамещения, действительно, Владимир Жириновский ратует за то, что сегодня должны появиться на прилавках как минимум 80-90% нашего местного продукта. И мы должны сегодня стимулировать таким образом фермерское хозяйство, чтобы цена для наших граждан стала доступной. Поэтому, голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского, пора навести порядок в аграрном секторе. Шлаф Семенович, санкции импортозамещения помогли или скорее наоборот? Пожалуйста. Ну, уважаемые товарищи, Россия сейчас правит олигархами. А у нас давит капитализм. А капитализм – это всегда кризис. Вот посмотрите, у нас в Якутии валовый региональный продукт в прошлом году составило 862 миллиарда рублей. Сельское хозяйство от этого составило 25 миллиардов. Это 20,3%. А бюджет республики, при том, 190 миллиардов рублей. Долг нашей республики – 50 миллиардов рублей. И мы, выпуская, имея такой оригинальный продукт, 862 миллиарда, мы – дотозационная республика. Мы даже не можем поддержать свое сельское хозяйство. Сельское хозяйство выделяется 7 миллиардов рублей. И из них 7 миллиардов рублей посредникам, вот это тоже Туймада, Лизын, Туймада, Нефть, тогда вот таким фирмам уходит более 3 миллиардов рублей. Основная проблема, очень много проблем сельского хозяйства, населения. Ну, это, во-первых, нет рабочих мест. Потому что нет предприятий, которые бы обеспечены местами. Одна из проблем – это та же заготовка кормов. А заготовка кормов, она связана тоже с мелиориацией. Для того, чтобы восстановить мелиориацию, нужно 103 миллиарда рублей. А бюджета нету – 103 миллиарда рублей. Я повторяю, мы только на бюджет, на сельское хозяйство 7 миллиардов отводится от бюджета республики. Поэтому перед этой ситуацией говорит о развитии сельского хозяйства, обеспечения. Наши люди сдают молоко, но сами молоко не пьют. Понимаете? Это абсурд же такой. Поэтому Павел Николаевич Грудин однозначно говорит о том, что эта несправедливость должна быть остановлена. Олигархи не должны править Россией. Россией правит должен народ. Голосуем за Павел Николаевича Грудина, товарищи. Спасибо. Павел Алексеевич, импортозамещение и санкции помогли скорее сельскому хозяйству или наоборот? Пожалуйста. Да, друзья, все-таки хотел бы прокомментировать. Во-первых, Микаэл, вы не видите, потому что не смотрите. Посмотрите, пожалуйста, куда направляются средства, получаемые от дополнительного экспорта сельскохозяйственной продукции. Это 605 миллиардов инвестиций годовых в сельское хозяйство Российской Федерации. Я вам рассказал об инвестициях в дочерние предприятия «Алмаза» «Анабара» бюджетные. Это порядка 350 миллионов рублей только в нашей компании. Это первое. Вячеслав, производя продукции на 800 миллиардов рублей, получая бюджет 200 миллиардов рублей, то есть 20%, это неплохой уровень рентабельности. Вы весьма грамотный человек и прекрасно это понимаете. Не видите продукцию, друзья, сходите в магазин, купите прекрасную продукцию наших сельхозтоваропроизводителей, кушайте ее на здоровье, именно на здоровье. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину наша страна вернула статус великой аграрной державы. Мы достигли своей продовольственной безопасности. Помните ножки Буша? При Путине их не стало. При Путине появилась местная вкусная продукция в наших магазинах. Сделал это наш президент Владимир Владимирович Путин за счет комплексных решений и кропотливой каждодневной работы. Первое, повторюсь, это обновление основных фондов. Второе, это комплексное развитие села с точки зрения улучшения жизни и качества жизни селян. Каждый день, помаленьку, но каждый день. А санкции? Санкции только подстегнули этот процесс. И действительно, благодаря им этот процесс только ускорился. Уважаемые друзья, 18 марта мы все придем на избирательные участки. Отнеситесь, пожалуйста, к голосованию трезво. Отнеситесь к нему серьезно. Проголосуйте за серьезного человека, за Владимира Владимировича Путина, который трудится, а не болтает. Спасибо. Николай Сергеевич, ваша очередь, пожалуйста. Чувствую, что у нас дискуссия началась. Но вы знаете, вообще обсуждая любую тему в экономике, да и вообще экономику страны, вот коммунисты, кстати говоря, один раз проронили фразу, но они это в контексте проронили. Это было прямо в начале дебатов нашего цикла. Они сказали про долларизацию. Вот ничего не будет в нашей стране, пока мы привязаны к доллару, потому что все, что происходит, все, мы все отправляем туда на запад. Потому что это бумажки. Вот Павел знает, он экономист. То есть, смотрите, если раньше был, например, ну, будем говорить, золотой динар, да, вот был в Ливии. Вот он стоил ровно столько, то есть золото было столько в нем, сколько было на золотой динар. Он не стоил ни больше, ни меньше. Доллары это просто фантики, которые, ну, они ничем не подкреплены. Если когда-то было one dollar in gold, то есть это был золотовалютный фонд, то сейчас этого нет. То есть это просто бумажки. Они сколько захотели, столько их вбросили. Мы это покупаем, то есть мы берем эти долговые обязательства, вот эти доллары, вот эти фантики. То есть это, потому что они же нефть и доллары, мы же нефть продаем, продаем нефть за доллары. Они же нефть и доллары. И на эти доллары кладем опять стабилизационный фонд, который у нас там же на западе. И еще под несколько процентов. И вот эти долговые обязательства все на нас нарастают. Если вы понимаете, о чем я говорю, то есть мы живем постоянно в долг. Страна Россия живет постоянно в долг. И, кстати говоря, это не только страна России, а многие другие страны. Потому что это мировая валюта, кстати говоря, частная валюта, которая принадлежит частным лицам. То есть ФРС, Федеральная резервная служба. Хотя вот с таким вот словом федеральная. И поэтому в этом смысле мы не сможем ничего и никогда. Потому что нужно отвязаться. Это все вот пришло примерно как раз, когда был еще Сталин. То есть вот эти моменты пропустил он. Это вы можете посмотреть в истории. Есть там с 29 года все это длится. Мы проигрываем. Мы проигрываем заранее. Мы можем производить. Мы можем создавать. Мы можем находить. Но мы все равно проигрываем. Потому что мы все равно будем брать фантики. И постоянно будем брать на себя долговые обязательства. Спасибо. По данным Якутии обеспечивает себя молоком на 68%. А мясом на 26%. Как сделать так, чтобы мы добились 100% самообеспечения якутскими сельхозтоварами и продукцией? Надежда Викторовна, одна минута. Ну, во-первых, в программе Жириновского написано, как комплексно подойти к развитию вообще сельского хозяйства и аграрного сектора в целом. Ну, могу сказать то, что Владимир Жириновский говорит о том, что нужно бороться с коррупцией. Это первое. Во-вторых, мы сегодня действительно должны поддержать с учетом условий региона тех аграриев. И, во-вторых, надо сегодня отменить, то есть изменить налоговую политику. Вообще, ознакомьтесь, пожалуйста, с программой Жириновского на ldpr.ru. И вы увидите, что это реальный подход к нашему будущему мощному рывку в России. Хотела бы, уважаемые избиратели, наши сторонники, 16 марта пригласить вас на Площадь Победы в 14.00 на митинг в поддержку Владимира Вольфовича Жириновского. Голосуйте за Жириновского. Спасибо. Обеспечение Якутии сельхозтоварами на 100%. Как это сделать? Ваша минута, пожалуйста. Уважаемые товарищи, 100% мы будем обеспечивать продуктами сельскохозяйства, если изберем Павла Николаевича Грудина, президента Российской Федерации. Это есть факт. О том, что только что диктор сказал, ведущий сказал, 60% обеспечиваем. Но это статус данных, которые власть имущие сейчас преподносят, как будто оно реальность. Но это не реальность. Нам говорят, что у нас зарплата 45%, но в деревне зарплата 15%. Поэтому надо против этой несправедливости бороться, товарищи. Не надо сломаться. Осталось всего 4 дня. Нашего брата опять клевещут. Нашего кандидата Грудина Павла Николаевича опять там преподносят и так далее о том, что опять никак не останавливаются, не гуманятся. Поэтому, несмотря на это, товарищи, призываем всех прийти в Брятный участок и проголосовать за Павла Николаевича Грудинина. Спасибо, Вячеслав Семенович. Все цифры, исходя из фактов. Павел Алексеевич, Павел Алексеевич, Павел Алексеевич, пожалуйста, теперь Ваша минута. Да, спасибо большое. Уважаемые друзья, очень хорошо, что мы говорим об увеличении процентов обеспеченности. Это означает, что мы этот процесс уже развиваем. А вспомните, каким было село, когда Путин пришел работать президентом. Это были мертвые деревни с абсолютно несчастным населением. Сейчас мы говорим, что у нас результаты есть, и их нужно наращивать. И Владимир Владимирович Путин, повторюсь, проводя кропотливую, каждодневную комплексную работу в этом направлении, говорит не лозунгами, он говорит конкретными предложениями и говорит конкретными механизмами. Они у нас уже есть. Мы получили снижение тарифов на электрическую энергию практически в два раза, начиная с прошлого года. Это наше конкурентное преимущество. Это дальнейшие условия для повышения качества жизни селян. Дорогие друзья, голосуйте за Путина, за реальные дела, за кропотливую работу на результат. Спасибо. Михаил Сергеевич, как обеспечить Якутию 100% собственными товарами? Пожалуйста. Минута. Сельхозтоварами, да? Сельхозтоварами, продукцией. Во-первых, нужно выделить деньги на сельхоз, на сельское хозяйство. Знаете, начинать нужно с головы. Мы когда говорим о том, что у нас плохо работает то или иное ведомство, ну давайте просто возьмем любого министра, любого, мы говорим про Якутию, давайте возьмем любого якутского министра, посмотрим, что он сделал за год, ну что бы его не поменять, если он плохо работает. Ну, у главы республики 4 года, 5 лет, да, может я ошибаюсь, то есть за 5 лет можно 5 министров поменять, да? Ну то есть можно найти того, кто смог бы работать нормально. То есть это говорит о том, что министр это тот же самый менеджер, сейчас это очень модное слово, то есть управленец. Ну почему мы не можем найти, ведь они есть, эти люди, при том, что они просятся, они говорят, вот сейчас вот идет конкурс лидера России, да, там сколько, 200 тысяч человек заявилось. Слушай, мне интересно, а остальные лидеры, они вот если не заявились, не попали, то... В общем, все это интересно. Я вам расскажу, кто победит в следующем разе. Спасибо. Да, было интересно. Спасибо всем, уважаемые доверенные лица. Увидимся до пятницы, включительно в 18.25 на совместных агитационных мероприятиях к выборам президента страны. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.